Реставраторы. Их часто называют врачами. Они тоже ходят в белых халатах и пользуются медицинскими инструментами. И главный принцип тот же самый – не навреди. Только спасают они не людей, а произведения искусства. Сегодня мы поговорим о тех, кто возвращает к жизни старинные иконы. Я Анна Макарова. Это Азы Православия. Слово «реставрация» на латыни обозначает восстановление, а реставраторы – это специалисты по сохранению и восстановлению предметов исторического и культурного наследия. Реставраторы икон возвращают к жизни святые образы и библейские сюжеты. На протяжении веков иконы подвергались всевозможным внешним воздействиям. На них капал воск от свечей, оседала копоть, попадала вода, они ветшали от сырости, перепадов температур, в них проникал жук-древоточец. Достаточно долго иконы в России не реставрировались, а поновлялись, то есть переписывались заново. В храмах было не принято иметь темные иконы, ведь им молятся верующие. Вот и покрывали авторский слой многочисленными слоями записей. Только в XIX веке иконы научились расчищать, и люди впервые смогли оценить красоту подлинной древнерусской живописи. Существуют два вида реставрации – музейная, ее еще называют научная, и коммерческая. Цель научной – сохранить текущее состояние предмета, его художественные или исторические особенности. На иконах ничего не дописывается, вмешательство в предмет допускается только в крайних случаях. А вот задача коммерческой реставрации – восстановить функциональность предмета, так сказать, придать товарный вид. Здесь возможно изготовление утраченных деталей или восстановление разрушенных, но желательно сделать это в авторской технике и теми же материалами. Сегодня профессию реставрации рейкон можно получить в нескольких учебных заведениях страны. Одно из них – Православный гуманитарный институт содействия в Москве. Прямо сейчас мы отправимся туда, в художественную мастерскую, на урок начинающих реставраторов. Здравствуйте, проходите, пожалуйста, в нашу реставрационную мастерскую. Наш институт существует уже больше 20 лет. Это учреждение дополнительного образования, поэтому у нас учатся взрослые люди. В основном люди учатся по вечерам, после работы или вот как сегодня, в субботний день. К нам поступают люди, как правило, от 30 до 55 лет. И учебный процесс у нас рассчитан на три года для реставраторов. Два года они учатся с изучением теории, а на третий год они должны выполнить дипломную работу. Это, как правило, большая икона для храма. Кафедрой заведует художник Геннадий Колодян, человек феноменальных знаний и богатого опыта. На его счету реставрация и роспись большого количества храмов, в том числе и в московском Кремле. Сейчас он делится знаниями с учениками. К слову сказать, они его обожают. Доктор Айболит, только для икон. Вот приходят все лечиться, видите, и 18 век, и 19, и 20. Вот, и мы кому уколчик сделаем, кому клейку дадим, кому микстурки какой-то. Вообще это очень интересно и захватывает всю жизнь, в общем-то. Ну, приятная работа, честно сказать. Студенты изучают основные виды разрушений икон, причины их возникновения. Учатся раскрывать святые образы, укреплять их и качественно восстанавливать. Есть большая разница между реставрацией музейной и церковной, потому что музейная реставрация предполагает, что на найденной иконе остается только то, что написано художником, древним иконописцем. И надо тщательно сохранить вот этот обретенный художественный слой. А церковная реставрация предполагает, что икона должна быть доведена до такого состояния, когда она может служить, когда ей можно будет молиться в храме. Поэтому, если есть значительные утраты, например, нет лика, то церковные реставраторы его дописывают. Но в этой мастерской все равно стараются по максимуму сохранить авторскую живопись. Икона из храма Калужской области преображения Господня. Батюшка попросил меня отреставрировать его. Ну, у меня сейчас этап тонирования, тонировка называется. Сейчас подбираю по цвету первый как бы этап, а потом уже завершающий. А насколько сильно она была повреждена? Ну, вот здесь кусок вообще я полностью как бы восстанавливала. Там палок восстанавливали, левкас накладывали. И вот теперь тренировки. Здесь вот как бы трещины были большие. И мы их склеивали, по новой левкас по ним накладывали. Ну, и красочный слой. А у вас есть художественное образование? Нет. Я без образования. Я здесь когда-то училась на конописных курсах. Потом прошло какое-то время. И батюшка как бы попросил, потому что очень много работы в храмах. К сожалению, диренские храмы не всегда могут себе позволить какую-то реставрацию. Ну, как-то хочется вклад какой-то сделать немножко. То есть вы потом вернете в храм? Конечно, конечно. Ну, это дипломная работа. Для меня до сих пор загадка, как они становятся, в общем-то, реставраторами, как это все происходит. Просто люди хотят спасти нашу культуру. Вы знаете, мало что уже осталось. А если нет культуры, нет ни народа, ни наследия, вообще ничего, мы становимся непонятно кем. А здесь то, что вот мы делаем, что-то получается, что-то не получается. Но, в принципе, это останется жить дальше. Мы все, естественно, понимаем, что, к сожалению, умрем рано или поздно. Но эти труды продлят жизнь как бы и нашу в том числе на этой земле. Реставрация икон – очень сложный и кропотливый процесс. Здесь нужны большая аккуратность, терпение и профессиональные навыки. Каждая древняя икона – это целая история, которую как книгу можно прочитать. Мы их раскрываем, когда они начинают играть своими первоначальными красками, когда мы видим эти вот линии, оставленные древними художниками. Это просто такая радость, что хочется с этим продолжать и продолжать работать. Бывают действительно чудеса. Ну, приходит к нам икона, ну, совершенно руина. Там остались какие-то фрагменты живописи. Но икона, сама доска, есть такое понятие намоленности. И мы как-то счищали с доски грунт. Грунт в иконе называется левказ. И что вы думаете, на дереве, когда мы стали древесину проклеивать клеем, вот, проявилось изображение. Это была икона, в общем, Богородицы. И вот, знаете, силуэт просто определился. Но видно, что вот мафория Богородицы, здесь ее лик был, здесь спаситель. Но, кстати, это чудо, потому что грунт имеет не один миллиметр иногда, там, полтора-два миллиметра. То есть такая прослойка, вот как это изображение перешло на дерево, это одно из чудес. Чтобы отреставрировать икону, нужно точно знать, к какому времени и какой школе иконописи она относится. Это 19 век все, да. Но с 19 века, если некачественное покрытие, скажем, иконы лаком или олифой, вот, то она очень сильно темнеет. И если икона находится еще и в темном помещении, и влага, то олифа и масляный лак, он быстро деградирует и превращается в такую непроницаемую для наших глаз пленку. Загрязнение, пыль, копоть – это обычное дело для подобных икон. Когда мы ее расчистим, то есть она совсем будет чистая такая, вот посмотрите, как вот эти вот праздники, например. Сейчас они в процессе тоже реставрации. Вот они, видите, вот поверхностные загрязнения, олифа, вот такая вот темная была. А вот эти все вот сейчас полосочки, разграничающие на 12 праздников икону, вот мы очистили. Никогда я не думала, что я смогу послужить церкви. Имея художественное образование, я, в общем-то, занималась в жизни совершенно другим и до сих пор занимаюсь. Я начальник отдела кадров. Геннадий Евгеньевич посоветовались, он ведет эту работу, рассказывает, как мне правильно все сделать, чтобы не ошибиться, потому что, скорее всего, будем надеяться, что эта икона еще послужит. Реставрация заключается в чем? В том, что это идет процесс укрепления, восстановления основы. Под основой мы понимаем грунт и цельность самого иконного щита, склеиваем. Ну, дерево иногда просто бывает разбито на две части. Были такие случаи, что, я не знаю, икона была просто расколота топором на несколько частей. Мы все это склеиваем. Потом мы снимаем потемневшее покрытие лаковое, восстанавливаем живопись, реконструкцию в местах утрат. И завершающее – это тоже делаем защитное покрытие. Это вот у меня палубка, личная эмульсия. Я буду сейчас выравнивать, попытаться выравнивать левказ. Правильное дело? Да, давайте облегчим этот процесс. При этом лучше встать, потому что вода имеет тенденцию, что скатывается вниз, да? Вот. Всегда инструмент у вас должен быть справа, чтобы удобно, чтобы не капнуть, чтобы вы все видели. Так, обмакнули, да? Да. Вот. Лишнюю воду сняли, да? И круговыми движениями вот такими вот. Слегка надавливая только на поверхность. Хорошо? Вот так вот, знаете, вот вы заравниваете. Потом мы берем вот такой шпатель или мастихин. Вот смотрите. Вот так вот. Раз. И заглаживаем поверхность. Вот видите? Вот так выровняли. Да. Вот. Обучаться профессии реставратора можно всю жизнь. Но чтобы начать выполнять несложные вещи, достаточно одного года, считает Геннадий Евгеньевич. Конечно, бывают и ошибки, но их всегда тщательно разбирают на занятиях. Это икона 18 века. Может быть, даже и конца 17 века. Образы Гури, Самона и Авив. Это святые покровители семьи. Вот. А сверху здесь Богородица Знамени над ними. Икона вообще была очень-очень темная. Она почти вся была вот такого цвета. Да. Вот. Это уже она после первой расчистки. Но мы закрыли здесь домарным лаком все, чтобы сохранить красочный слой. Потом его можно будет убрать. И тогда, мне кажется, что лики будут более ясными. Реставратором может быть, наверное, каждый человек, если он, скажем, скажем, ну, церковным реставратором, я имею в виду. Если Господь его признал, призвал на это дело верующий, неверующий. Но все равно, я думаю, что по поводу каждого человека у Господа есть свой план, да? Ну, как бы, ну, предуготовил его в эту жизнь, чтобы он, вот, скажем, трудился по промыслу Божьему. На столах у студентов настоящие медицинские инструменты. Без них в этой профессии никак. Вот часто бывает на иконе очень много всяких гвоздевых отверстий. Гвоздь вообще разрушает не только живопись, но и саму основу. Понимаете? Потому что конденсат оседает на поверхности металла. Вот. И мы используем вот всякие такие вот ковырялочки зубоврачебные. Потом, вот смотрите, этот инструмент называется, похожий на мастерок такой, да? Форма такая масонская, да? Вот. Но это называется мастихин. Просто иногда, чтобы ввести клей под левкас, вы знаете, вот можно его приподнять, подвести. Он очень тонкий. Тонкий-тонкий, как бритва. И ввести туда шприцом уже клей. Вот видите, у нас и шприцы тут есть разные. Вот, инсулиновые шприцы. Всякие пипеточки. Обязательно перчатки вот резиновые, да? Когда мы дело имеем с химией. Какая очень вредная. Ну и бутылочка. Видите, вот бутылочка с эмульсией. Вот. Эмульсия эмульсия желтка. Желтка и вина, конечно, да. Это чтобы уже писать, да? Да, это чтобы делать тонировки, да, вот. Как раз, да. А где же скальпель? Скальпель. Вот, он же в руке. Вот он, скальпель. Видите? Вот. А что им делают? Покажите. Ну, вот, знаете, здесь вот, посмотрите, вот это темные... Это темные... Да, это темные опилки. Человек молился перед иконой Георгия Победоносца. Да, это Георгий Победоносец. И вдруг не заметил, как на подсвечнике свечка, в общем-то, согнулась, было тепло, видно, хорошо натопили. Или было лето. Раз, и прикоснулась к живописи. Вот. И сразу, в общем-то, живопись начала как бы гореть, нагреваться. И от свечки, в общем, получился вот такой большой прогар. Видите, это вот золото. Вот. Это золото 99-й пробы. 999-й, да? Это называется сотворенное золото? Да. Это вот сусальные листочки золота, перетерты. То есть они как краска, жиденькие такие получаются, да? Да, да. Вот. Здесь 10 листов золота использовано, да. Вот. А вот это тут не просто камень. Видите? Вот. Это камень называется курант. Не из яшмы. Вот. Этот камень перетирает краску. Натуральные пигменты. К зачетам и экзаменам студенты готовятся долго. Занятия ведь проходят не каждый день. Процесс восстановления икон снимается на фотоаппарат, чтобы все было наглядно. Икона до реставрации, в течение и после. 12 капель глицерина. Да, это будет нормально. А картоциды еще тоже надо будет добавить. Чуть-чуть. Хорошо? И пока у тебя будет клей растворяться, ты вырежешь металлентную бумагу по размеру. Ладно? Как не хочется уходить с урока Геннадия Евгеньевича, но надо. Впереди нас ждут встречи с не менее интересными людьми. Наш постоянный эксперт, монахиня Варвара, вместе с реставратором Валерием, пригласили меня в один из старейших храмов на Красной Пресне – Рождества Иоанна Предтеча. Сюда мы пришли, потому что Третьяковская галерея здесь реставрировала икону Трифона Мученика. Это старинная икона XIX века, очень любимая прихожанами. В Третьяковской галереи ее реставрация была поручена ученику Вильгии Сергеевичу Глазунову, который закончил Академию Глазунова, Валерию Михайловичу Кузнецову. Икона Святого Трифона Мученика была в аварийном состоянии. Деревянная основа была разрушена, изъедена шашелем. Доски не были скреплены между собой, держались чисто на шпонках. На этой иконе были многочисленные записи, красочные слои, которые лежали поверх оригинала. Поэтому нам пришлось очень много с ней потрудиться. Считается, что Трифон Мученик помогает найти украденное, возвратить утраченное. Он способен даже отгонять воров. Древние изображения Трифона Мученика, иконография его, обычно бывает с Христом и юношей. Это святой первых веков христианства. Прославился он недалеко от Рима, в провинции Кампсада. И никогда в итальянской иконографии первых веков христианства он не был изображен на белом коне. Изображение на белом коне относится к периоду Ивана Грозного. Иван Грозный любил охотиться. И однажды улетел сокол, охотничий Ивана Грозного, в небо улетел. И он велел своему сокурничему, которого звали Трифон, в три дня найти этого сокола. Раз он его упустил, он должен был найти. Иначе Иван Грозный, скорый на расправу, сказал, мой меч, твоя голова с плеч. Трифон ходил-ходил по болотам и не нашел сокола. И только на третий день по его упорной молитве, он увидел, упорной молитве к Трифону Мученику, он увидел, как на белом коне выезжает святой и держит в руке сокола охотничего Ивана Грозного. И так был найден сокол, и Трифон Патрикеев остался жив. Иван Грозный получил обратно свою охотничью птицу. И так создалась иконография московская. Трифон Мученик на коне с соколом. Над этой вещью мы работали в течение полугода. И после того, как икона была установлена в храме, я, честно говоря, больше не посещал храм. И сейчас мне очень приятно видеть, что работа, выполненная качеством, икона находится в очень приличном состоянии. Просто сердце радуется. Валерий пригласил нас в реставрационную мастерскую на Крымском валу. Понятно, что от предложения своими глазами увидеть, как работают одни из лучших реставраторов страны, мы не смогли отказаться. Хорошо, проходите. Ну, здесь реставрационная мастерская по реставрации деревянных основ. Здесь мы делали икону святого великомученика Трифона. Вот. Так что, смотрите. Это ваше рабочее место. Это наше рабочее место, да, где мы проводим большинство времени рабочего. Хочу вам представить Сергея, который тоже принимал участие в реставрации иконы святого великомученика Трифона. Делали мы вдвоем всю работу с ним. Так что, вот, даю ему слово. Ну, сейчас я работаю над реставрацией иконки небольшой Николы Чудотворца. Вот. Сейчас я делаю тонировки акварельными красочками. Аккуратненько, мелкой кистью, в пределах утрат. Ни в коем случае не заходя на авторскую живопись. Тонировки немножко должны отличаться от авторской живописи, чтобы специалист мог разобраться, где тонировки, а где автор. Реставрационный момент должен быть обратим. Это же очень интересно. То, что это как бы можно изменить что-то. Можно что-то подправить, что-то промыть. Это очень важно. Потому что раньше этого не знали, когда не было реставрации. То есть икону просто записывали. То есть она потемнела, ее взяли и переписали опять всю. А сейчас можно ее помыть, чуть-чуть прописать, что-то дополнить. То есть в иконописи внесен элемент содружества, сотворчества художника и реставратора. Что очень важно. Я работаю 20 лет. Работа мне нравится. Если бы не нравилась, конечно, наверное, пошел бы в другое. Выбрал бы другую профессию. Реставрация мне нравится тем, что, в общем, помогаешь как бы продлевать жизнь памятникам историческим, иконам, картинам. Иконы, картины, они болеют, как и люди. Поэтому, так сказать, реставрационные вмешательства, они также либо продлевают, либо ускоряют жизнь. Можно испортить шедевр, можно испортить и картину, можно испортить и икону. История реставрации в России начинается с начала 20 века, когда стали под руководством Игоря Ивановича Грабаря, нашего прекрасного художника, реставратора и искусствоведа, стали открывать старые доски. Так, из Венигорода, с городка, ему привезли толстые доски, которые хранили под многими-многими-многими записями иконы Андрея Рублева. Их раскрыл впервые Игорь Иванович Грабарь, нашел их. Сейчас они по праву, конечно, находятся в залах Третьяковской галереи, потому что были возвращены реставраторами Третьяковской галереи к жизни. Имена реставраторов мало кто знает. Они находятся всегда в тени великих. Да и не хотят они славы. Главное, чтобы их подопечные поправлялись. Для особо миниатюрных работ у нас есть специальные очки реставратора. Ой, сегодня можно? Попробуйте. Вот посмотрите, что есть такие очки. А куда? Вот так вот их? Да-да-да. Так. Какие-то миниатюрные тренировки делать. Ух ты, ничего себе. Это такая лупа, да, большая? Да-да. В таких очках можно подковать блохую? Да. И позолотить ей лапки. И так вот целый день в таких очках? Нет, не целый день, конечно. Это больше 20 минут нежелательно для зрения. Так 20 минут, потом перерыв, и можно опять работать. Для реставрационной работы необходимо, конечно, фиксация всех процессов реставрации, чтобы можно было бы на реставрационных советах какие-то делать выводы, принимать решения. И ведется по каждой работе технический паспорт. И сдержек в этой профессии тоже хватает. Болезни глаз, позвоночника, органов дыхания. Но самих реставраторов это не останавливает. Самое вредное – это растворители, с чем мы работаем. У нас есть вытяжка, мы, если что, надеваем респираторы специальные, работаем в респираторах. А так, в принципе, масляные краски тоже не очень полезны. Как будут растворители, вайт-спирит, скипидар. Но мы к этому привыкли как-то уже. Например, аромат скипидара или вайт-спирит мне, допустим, нравится. Кто может стать реставратором? Любой человек или для себя нужно очень долго учиться? Для этого, во-первых, надо очень долго учиться. И, во-вторых, человек должен определенными качествами обладать. Прежде всего, усидчивостью. Потому что без большого, огромного, я бы сказал, терпения, сделать реставрацию очень сложно. Очень сложно. А вы можете вспомнить свою работу, которая заняла у вас самое большое количество времени? У меня были работы, которые занимали время по 2-3 года на реставрацию уходима. А как терпения хватает до конца довести? Работа такая. Такой должен быть характер у человека. И он должен быть усидчив. Он должен понимать, что он делает. Икона помогает, и она как бы движет рукой мастера изнутри. То есть ты как бы ее раскрываешь, ты утраты дополняешь. И это как молитва, молитвенные деланья. Ведь иконы очень часто, мы говорим, что они как живые. То есть они наполняют душу, очищают душу. Человек сам, вот, реставратор, он наполняется, он соединяется с этим молитвенным образом. И сам входит в процесс молитвы. Акраина Москвы. Здесь, в скромной квартире, живут и работают монахиня Василиса и Виктор Алексеевич. Два человека, посвятившие свою жизнь написанию и реставрации икон. Люди, от общения с которыми, становятся светлее на душе. Для нас реставрация – это очень ценный процесс. Мы вникаем в сущность, в духовную сущность этого иконописца, который писал. Вот, наш эталон – это Рублев. Значит, мы ему поклоняемся, мы, значит, вживаемся в его иконы, мы, как бы, с ним общаемся. И, значит, иконописцы, они, как бы, передавали свой духовный опыт. Значит, а мы этот опыт сегодня воспринимаем. Но, к сожалению, искусствоведение рассматривает иконы только с живописной стороны. А вот с духовной, с молитвенной не рассматривает. А для нас икона – это прежде всего молитва. Мы без молитвы не можем икону писать. Вот, иначе у нас получится живопись. Их приглашают работать во многие страны мира. Большой реставрационный опыт. Они рассказывают о невероятных вещах. Нас пригласили отреставрировать боголюбскую икону в Малой Рославице. Там наш знакомый батюшка, он там служит. Вот, мы приехали. Благословил, владыка благословил, чтобы мы это сделали. Вот, молебень отслужили. И начали реставрацию. Икона боголюбская, громадная, знаете, это первая русская икона. Я, в принципе, здоровый человек. Приехал домой, и вдруг теряю сознание, падаю, не понимая, что со мной происходит. Ходить не могу, я только ползать могу. Скорую вызывает, не понимает, в чем дело. Я позвонил своему духовнику. Вот такая ситуация. Ты, говорит, не должен реставрировать чудотворные иконы. Они сами себя реставрировали. Эту икону Воскресения Христова только закончили. Она будет лежать на аналое в храме девяти кизических мучеников, который на днях приедет освящать патриарх Кирилл. Мы просто спиртом даже почистили, и все замечательно почистилось. Все образы проявились. И даже вот нимбы, вот такие белые линии, все-все-все очень хорошо. А чем вы реставрировали? Акварелью? Нет. Это яичная температура. Это яичная температура. Но тут утрат почти не было. Вот, чтобы сказать, утраты были. Нет, тут кое-где были утраты на одежде, чуть-чуть вот на волосах. Ну, вот это легко восстановить. Алифа каждые сто лет чернеет. И, например, вы видели Владимирскую Божью Матерью? Значит, вот она двенадцать раз записывалась. Вот первая икона, когда ее привезли из Византии к нам, то, когда она почернела, ее, значит, заново записали. Опять почернела, опять, значит, новое написали и Алифой покрыли. Опять почернела. Двенадцать раз чернела, и искусствоведы снимали, реставраторы. Вот эти слои все снимали. В комнате везде иконы. По благословению священника Виктор Алексеевич пишет лики, а матушка – доличная. А когда-то он был замдиректора института, а она архитектором. Однажды, много лет назад, побывав на реставрации древнего храма в Грузии, они оба прониклись иконописью так, что полностью изменили свой образ жизни и посвятили себя Богу. Когда я вот постигал искусство иконописания, я ходил постоянно в Третьяковскую галерею и к Рублеву подходил, к его спасителям. И вот смотрел, смотрел, все время, думаю, пока я не пойму, буду без конца ходить. Что это такое, что это за искусство? И однажды я, значит, смотрю на спасителя, и вдруг он ожил, совершенно ожил. Понимаете, я испугался, думаю, что происходит со мной. Наверное, я переутомился, что-то у меня какие-то явления. Я думаю, дай проверю, отошел от иконы, значит, потом снова настроился, смотрю, опять оживает. Понимаете, то я вижу его вот таким, как обычно, то он живой, совершенно живой. Это так называемое молитвенное состояние. Хотя бы примерно почувствовать, что это такое, помогают специальные тесты на зрение. Расслабьте, чтобы было все в тумане, как будто бы вы сквозь. Вот там должен появиться храм. Вы увидите четкий храм. Ага, купола. Видите? Купола. Смотрите. 3D такое. Да, смотрите, да. Есть храм, смотрите. Это именно молитвенное состояние. Ну да. Молитвенное, но это называется умное делание. Да. Когда овладевает искусством молитвы реставратор или иконописец, ну да, да. Но оно дается через 50 лет делание или дарится. Вот Андрею Рублеву, он и молоденький так и был. Ну да, да. Это подарок был от Бога к иконописцу. А реставратор за иконописцем должен опять пройти весь этот путь. Реставрацию икон часто сравнивают с медициной. Конечный результат зависит от точной постановки диагноза, опыта врача, применяемых препаратов и современного оборудования. И все же, чтобы лечить иконы, этого недостаточно. Нужно еще обладать верой. А она у героев нашей передачи есть. Это были Азы Православия. Увидимся на канале ОТВ.